Предвыборная гонка в Ивановской области началась. 9 сентября в единый день голосования жители области получат сразу несколько бюллетеней. Во-первых, предстоит выбрать главу региона. Свои кандидатуры на этот пост выдвинули пять политических партий. Справедливая Россия, КПРФ, Единая Россия, ЛДПР и Коммунисты России. Сейчас идет этап представления документов для регистрации их как таковых, чтобы в последующем их фамилии были в избирательном бюллетене. Этот этап идет до 25 июля и до этой даты у нас кандидаты должны предоставить свою поддержку подписи депутатов предстоятельных органов муниципальных образований. Два кандидата уже представили из пяти эти документы. В областной избирательной комиссии с ним параллельно еще первый финансовый отчет предоставляется, сведения об изменениях в данных кандидатах и планируемые ими к назначению члена Совета Федерации. Три кандидата. Во-вторых, жители региона выберут депутатов Ивановской областной думы. Тринадцать выберут по единому областному избирательному округу на основе списков, выдвинутых политическими партиями. Еще тринадцать депутатов изберут по одномандатным округам. Соответственно, на выборах у нас два бюллетеня областной думы. Один бюллетень по партийным спискам, там только наименование партии. А второй бюллетень в зависимости от того, в какой округ входит данный населенный пункт. Там фамилия кандидатов-одномандатников. Кандидатов там выдвигают либо политические партии, либо само выдвиженцы. Десять партий на сегодняшний день участвуют в избирательной кампании. Что они сейчас должны делать? До 25 июля предоставить документы для регистрации. Значит, это финансовые отчеты. И у десяти партий пять есть партий. Это парламентская партия и коммунисты России. Они освобождены от сбора подписей избирателей в поддержку своего движения. А оставшиеся пять партий, они до 25 июля должны к первому финансовому отчету еще и представить подписи избирателей в свою поддержку. С 25 июля по 5 сентября включительно в территориальных избирательных комиссиях и многофункциональных центрах начнется прием заявлений от сбирателей о включении в списки по месту нахождения. Как и на выборах президента, жители смогут проголосовать на избирательном участке, где они будут находиться фактически. Нужно учитывать, что выбор в Ивановскую областную думу, выборы губернатора проводятся только на территории Ивановской области. И, соответственно, имеют право голосовать на этих выборах только жители Ивановской области, имеющие здесь регистрацию постоянную по месту жительства. А на территории округа они должны иметь, наши граждане, постоянную регистрацию на территории этого округа, чтобы иметь третий велитей. Кроме того, полюбившиеся на выборах президента Каибы комплексы для голосования будут также задействованы. Дополнительно 45 таких устройств взвиты во временное пользование в Костромской области. А пока до выборов еще есть время. Одна из важных задач избирательной комиссии – контролировать законность ведения агитационной деятельности. Агитационный период для кандидатов в политических партии начинается с момента принятия решения политической партии о введении кандидатов. Партии это уже у нас сделали. Соответственно, кандидаты и политические партии уже вправе заниматься агитационной деятельностью. Очень важно, чтобы эта деятельность была оплачена исключительно за счет средств избирательного фонда. Обязательно экземпляры агитационных материалов, которые распространяются на территории области, должны быть представлены к нам в избирательную комиссию Ивановской области. Что касается агитации в средствах массовой информации, то она стартует 11 августа. Совершится агитационный период 7 сентября, после чего наступит День тишины. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иванова